Друзья, привет! С вами из Крыма Алена Бордовская. Я очень тороплюсь, опаздываю, потому что я уезжаю в большое путешествие. Ой, у всех такие дурацкие шкафы. Беру с собой в путешествие, обратите внимание, всегда беру спальник на всякий случай, и сумку-валяшку. Кто-то предположит, что это дежурная сумка, нет, это именно сумка-валяшка, потому что здесь вещи, которые все время валяются в машине на всякий случай. Ребята, я уже в большое путешествие по Крыму, дней на шесть. И как хорошо, что у меня есть ноутбук, потому что вы будете следить за моими путешествиями вместе со мной. Я еду смотреть мост в Тавриду, Керчь, потом в Новый Свет заеду, и даже еще есть у меня там сюрприз для вас в Новом Свете. Ну что? Ой, погнали! Нам ни разу плютят. Музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, многие говорят, Алёна, Керчь такой грустный, такой серый, такой страшный. На самом деле, просто прогуляйтесь по аллее в Керчи. Гуляльная улица я называю, но это чисто мой сленг. Прогуляйтесь по набережной. Керчь чудесный город, его просто нужно прожить, его нужно понять. Летом обязательно здесь буду, обязательно снимем здесь что-нибудь интересное. Я вообще всё покажу. А пока на ночной мост. Еду на ночной мост. Вот я сейчас в одном из керченских кафе. Точнее, я бы даже сказала, это больше как ресторан. Хороший суп. Вот у меня здесь суп грибной и фетучини. Кстати, вот в этом месте кафе «Вкус жизни». Вообще кафе «Бон аппетит» называется. Вот. Вот в этом кафе «Бон аппетит» очень вкусная еда. И средняя цена. Сейчас решила вам показать, где я сегодня буду ночевать в Керчи. Это такое бюджетное место. И здесь 300 рублей сутки с человеком. И всё время, когда я приезжаю снимать мост, я останавливаюсь именно здесь. Вот такой вот он номерочек. Такие здесь старые советские тумбочки. Старые советские кровати. Но, несмотря ни на что, здесь такой ремонт. Свежий обои. Старый. Латиной шкаф. Помню, мне кто-то предлагал ставить эти. Присуждать звёзды в местах, где я бываю. Так вот, если бы здесь я бы присуждала звёзды. Бордовские звёздочки. То, конечно, по цене здесь было бы пятёрка. По ремонту. Но, я не знаю, тройка. И единичку получила бы это место за запах. Потому что здесь очень пахнет сыростью. Вот. Поэтому, наверное, здесь, ну, две с половиной бордовских звезды максимум. Ну, зато и кодовый вариант. Короче, история такая. Сейчас доехали до Судака. Проезжали, кстати, Коктебейль. Очень красиво. Смотрели его с квадрокоптера даже. Всё супер. Субтитры сделал DimaTorzok После ночлежки в месте странном в Керчи. Почему-то там совсем сильно пахло сыростью. Пованило, скажу. И ещё сигаретами. Мы приехали через Коктебейль в Судак. Поспали, кстати, мы всего лишь где-то часа четыре. Потому что в 12 легли, в 4.30 встали. И уже поехали быстрее, быстрее по делам. И вот он сейчас. Мой, кстати, любимый город Судак. Понятно, что на набережной. И там, где я привыкла здесь отдыхать и кушать, всё закрыто. Потому что ещё не туристический сезон. Хотя уже май. И поэтому мы зашли в столовую номер один. Вот в центре. Открыто. Десять утра. Смотрим, всё готово. Единственное, что людей не было. Суп был нормальный. Потом у меня было пюре с котлетой. И у водителя тоже было пюре с котлетой. В общем, у всех было второе одно и то же. И когда я дошла до второго, ребята уже всё съели. И когда я дошла до второго, я поняла, что кислое пюре, кислая котлета и кислый даже салат. Я говорю, вы что, ничего не заметили? Они говорят, нет, мы думали, так и должно быть. Короче, теперь получается, что у нас есть часов 5. Пока их желудки не поймут, что там было что-то не так. В столовой самой, там, владельцам, поварам мы ничего не сказали, потому что было кислое всё. Ну, смысл. Можно было сказать, там, поменяйте картошку, она у вас там испортилась. Поменяйте тефтели, они у вас испортились. Ну, когда было всё кислое, что менять? Менять уже было нечего, зато было дёшево. А, ну вот, зато несу уголь активированный. Будем надеяться, что хоть это нас спасёт. Вот мы и доехали до Судакской крепости. Я очень много раз была в Судаке, очень много раз была в этом месте, но ни разу не показывала его на видео. Ну, как я там хожу, я показывать не буду, но кадры с квадрокоптером мы сейчас с вами посмотрим. И двигаемся в сторону нового светля, ребят. Продолжение следует... Ребята, я сейчас приехала в Новый Свет на пляж. Иду кушать, как сказали, вкусные чебуреки. И, по-моему, они очень уж вкусные. Потому что здесь очень много людей. И смотрите, какая моря. Сейчас всё пойдём смотреть. Вот эту чебуречную нам посоветовали. Местные, причём местные, вот эту чебуречную. Говорят, что здесь самый вкусный чебурек. Ну, я не знаю, сейчас будем проверять. А потом на пляж. С дороги всегда так кушать хочется. Вот чебурек с помидором, мясом и зыром за 100 рублей. Смотрите, аж прям течёт. Очень сочно, очень вкусно. Да? Да. А, это я его два сложила. Вот так вот. Туалет стоит 25 рублей. Уже. Впервые вижу туалет за 25 рублей. А может, где-то в Ялте есть такие цены. Но это же Новый Свет. Море, море, пенный шелест. Новый Свет – это маленький рай. Уже так чувствуется лето, всего лишь начало мая. Так хочется разбежаться и в море вухнуться. А как оно пахнет, ребята? Все, выезжаю с Нового Света. Еду сейчас в Меганом. И там будет вам сюрприз. Я сама удивилась, когда меня позвали это снять. Но это надо посмотреть. Поехали. Поехали. Поехали.